Никогда, даже за миллионы лет, я бы не представил, что услышу от Генслера об эфире и гладкого одобрения ETF. И всё в одном видео. Посмотрите. Вы одобряете ETF. И, на мой взгляд, ажиотаж вокруг одного из них, эфир ETF, вызвать тем, что вскоре мы его можем увидеть. На самом деле, мы запустили в конце прошлого года Ethereum Futures ETF. И да, мы принимаем заявки на денежные, торгуемые на бирже продукты. Увидим ли мы это в несколько следующих недель? Не могу назвать время, но всё идёт гладко. И действительно, это всё об менеджерах активами, делающими полное раскрытие информации. Так что регистрационные заявки могут быть одобрены. А юристы знают, что это такое. Это то, чем занимается наше подразделение корпоративных финансов. Сотни, если не тысячи раз, это происходило за их карьеру. Процесс идёт гладко. И всё зависит от менеджеров активами и правильного раскрытия данных. Возвращайтесь к некоторым криптокомпаниям. Вчера весь крипторынок повсеместно был красным. Но сегодня мы все в зелени повсеместно. Прямо сейчас мы с вами смотрим на недельный график биткоина. Мы видим на текущей неделе свечи вот этот большой фитиль. И говоря о прошлой неделе, мы наблюдали значительное количество отскоков в рынке. Но, как мы с вами обсуждали в последнем видео, наш параболический тренд поломался. Мы достигли только четвёртой базы. И теперь тренд не закончен. Таким образом, это был параболический тренд продолжительностью в полтора года. Он был абсолютно точно. Наши экспоненциальные низы были до самого верха. И мы лишь не достигли пятой базы, описанной в учебнике. А буквально недавно я сделал детальный анализ этого пробития параболического тренда, где изложил все свои домыслы в последнем видео. После импульса вверх, мы видим образование этих боковиков в виде вымпела, что скорее всего образует бычий вымпел. Медвежьи вымпелы обычно создаются после падения вниз. И если взглянуть на более долгий, многомесячный период консолидации, формация больше похожа на импульс вверх, уходящая в конец лета. И для тех, кому нужны идеи о целях, то если это всё отыграет, то мы будем ожидать что-то в районе 84 тысяч. Это первая цель по Фибоначчи, если мы продолжим пробитие. Но, теперь, переходя к графикам эфира, сегодня стал очень важный день с точки зрения регуляторного вопроса, фундаментального показателя, где правительство и Уолл-Стрит действительно начали прогреваться в направлении альткоинов. И эфир — это альткоин. И если его одобрят, точнее сказать, когда его одобрят, эфир станет первым альткоином, добравшимся до Уолл-Стрит за всю историю. Это довольно круто. Потому что и остальные альткоины могут начать восприниматься также с точки зрения возможного листинга. И если эфир будет залистован на Уолл-Стрит, что ж, это экстремально вероятно, что и другой альткоин будет также залистован. ETF по новому альткоину после ETF эфира, затем новый альткоин и так будет продолжаться и продолжаться в течение лет. И в конечном итоге у нас образуется целый набор криптовалют, которыми будут трейдить Уолл-Стрит. Вот запомните мои слова. Я знаю, что мой канал смотрят многие биткоин-максималисты, которые очень расстраиваются, как только я начинаю говорить о любом из альткоинов. Но знаете, ребят, я говорю об эфире и там, и здесь, а также я известен о том, что говорю о чейнлинке с 2018-го. Так что особого сюрприза не должно быть. А эфир сейчас находится в замечательной структуре, и я не скажу вам, я себе обещал, что этого не скажу, но он выглядит так, будто бы он в экспоненциальном тренде. Я бы сказал так. А я не скажу, хотя, пожалуй, скажу, это параболический... Не уходите, мы скоро вернемся. Я знаю, иногда это бывает, но похоже, нас спалили. Я не буду делать детальный и подробный разбор ситуации, вы, ребята, это можете сделать сами, ведь к этому моменту вы должны быть уже экспертами в анализе параболических трендов. Я вам больше уже не нужен для этого, я это сказал вслух. Упс. В любом случае, у эфира образовался замечательный тренд. А также у нас есть недельная структура RSI, сигнализирующая о крупном аптренде, начинающегося также с июня 2022-го. Прямо как биткоин, о котором мы говорили. Аналогичный сетап на недельном графике, и этот более крупный временной масштаб для RSI пробития вверх-вниз, отскоки от поддержки, которые образовывались так часто на неделе. В январе 2023-го, и эфир пробил это сопротивление RSI. Цена устремилась вверх, и начала расти. Вот здесь, в октябре 2023-го, когда мы пробили это сопротивление RSI, цена снова начала пробивать сопротивление. И прямо сейчас то, где мы находимся, на самом деле, мы оказались очень близки в этом сопротивлении. Мы идем к сквизу, видя восходящие верха, пробивая предыдущие верха. Нам еще предстоит пробить сопротивление. У нас есть восходящие низы. Мы увидели поддержку, а сейчас приблизились очень близко к сопротивлению. Так что, если у нас получится перевалить через эту линию сопротивления на этих замечательных базовых новостях про эфир, понимая, что мы находимся в экспоненциальном тренде, то это может привести быстро нас к замечательному отскоку. И на самом деле, эфир в настоящий момент начинает образовывать зеленую недельную свечу. Возможно, мы с вами смотрим на потенциальную зеленую свечу молот на этой неделе для эфира. И под этим я имею в виду что-то похожее вот на эту свечу. Все эти нижние уровни будут зачерпнуты закрытием. И, возможно, это то, что мы с вами ожидаем вот здесь, на этой неделе, если меня спросят. Но давайте сделаем шаг назад и обсудим динамику рынка. Мы-то в целом подготовили картинку для обоих эфира и биткоина. Биткоин пробивает параболический тренд, но по-прежнему создает восходящие низы, уходя в, возможно, более долгую консолидацию, а эфир в поисках экспоненциального тренда, возможно, ожидая пробития RSI уже вскоре. И что это все значит? Структура для этих двух активов отличается. А это значит, что доминация биткоина, скорее всего, начнет снижаться. Это месячный график доминации биткоина, берущий начало с 2016 года. С 2016 полным ходом до 2024, где вы видите, что доминация биткоина на долгосрочном, нисходящем макротренде. Крипторынок продолжает расширяться, появляются новые изобретения, появляются доли рынка для освоения со всеми этими новыми идеями. Поэтому доминация биткоина находится на долгосрочном даунтренде. Индустрия блокчейна готова к крупнейшему росту. Повсеместно. И как я говорил, тренд — это ваш френд. Пока этот тренд все еще тренд. И вероятность значительно растет. Со временем, проявляя все большую сезонность, мы начинаем видеть эту динамику, появляющуюся на рынке. И обычно альткоин-сезон начинается тогда, когда пробивается поддержка. И прямо сейчас мы прямо у этой зоны. А еще на месячном графике МакДи говорит сам за себя. И с точки зрения последовательной месячной МакДи-гистограммы, показывающей формирование негативного импульса, в настоящий момент мы находимся на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, восьмом месяце, седьмом или восьмом месяце последнего цикла, когда трендовая линия была наружена. И сейчас восьмой месяц в шаге от того, чтобы поломать трендовую линию. Если вы меня спросите, то это как раз так и выглядит. И это должно быть началом альт-сезона. Да, это не обязательно, что альта начнет расти прямой линией вверх. Всегда будет присутствовать в латильной, всегда будут разнонаправленные импульсы, которые будут заставлять думать, что все кончено, все потеряно. Я думаю, то же самое было вот здесь. Это, ребят, не только графики, также это еще и новости. В базовых вещах мы видим, как это начинает происходить. И это все неплохо для биткоина. Если все еще какие-то биткоин-максималисты смотрят это видео после того, что я сказал про эфир, то это неплохо, когда доминация альты начинает расти. Как в 2017-м, с левой экрана, альта захватывала доминацию, а доминация биткоина резко падала. Но при этом цена биткоина летела к луне. И аналогично было в 2021-м. Мы росли вверх, пока альта вот здесь. Я закрашу это желтым. Это момент, когда альткоины начали пожирать доминацию тоннами, а биткоин разрывал все, двигался вверх. Он также скачил в новый исторический максимум 69 тысяч вот здесь. Почему это возможно? Как это произошло? А, из-за того, что альта прибавляла в доминации, когда интерес в крипте достигал своей наивысшей точки, когда самое большое количество денег втекало в биткоин и во всю индустрию. Альта начинает расти, и биткоин продолжает расти, хоть у альты доминации растет. Это лишь значит, что заинтересованность высока, люди покупают все. И они покупают биткоин. И то, чем на самом деле является альтсизон, так это индикатором того, насколько высока заинтересованность в крипте. Так что, ребятки, это хорошо буквально для каждого. Для каждого. И надеюсь, все это понятно и логично. Надеюсь, вам понравилось видео. И если так, то подпишитесь на канал, нажмите под видео лайк, напишите ваш бесценный комментарий. А также, не забудьте заглянуть на канал наших друзей Бла-Бла Крипта, которые делают эти переводы для вас, и куда переехал ваш любимый ньюс-блог. А еще, не забывайте про ссылки в описании под видео. Сейчас там идут невероятные аттракционы щедрости. На этом у меня все. Увидимся. Всем пока.